Немецкая компания Ectolife представила концепцию искусственного вынашивания детей на автоматизированной фабрике Ectolife Artificial Womp Facility. Младенцы будут размещаться в капсулах, имитирующих матку и снабжающих растущий организм всем необходимым. Через динамики будет подаваться классическая музыка для развития мозга и голос родителей для установления эмоциональной связи. По задумке фабрика может включать 75 лабораторий с 400 капсулами матками в каждой, которые будут давать ребенку все необходимые вещества. В год таким образом могут рождаться 30 тысяч младенцев. Жиссер и научный коммуникатор Хашем Альгайли, который некоторым из вас может быть известен по проекту «Орбитальный». Хашем исходит из позиции, что беременность может быть изматывающей, болезненной, неудобной, а иногда очень опасной для матери. И во многих случаях этот процесс неоптимален для ребенка. Наука может воспроизвести идеальные условия беременности в защищенной от инфекции матке с контролируемыми условиями. Малыш будет находиться в искусственной амниотической жидкости, а искусственная пуповина обеспечит его кислородом и питанием с помощью специально подобранных гормонов, антител и факторов роста. Детские отходы могут быть удалены, пропущены через биореактор и ферментивно преобразованы обратно в постоянный и устойчивый источник свежих питательных веществ. Маленькие динамики позволят малышу получить наилучшее питание для мозга. Через них ребенок будет слушать классическую музыку, а также голоса родителей. Жизненно важные признаки будут постоянно контролироваться, чтобы избежать физических дефектов и генетических аномалий. Данные в режиме реального времени будут отображаться в...